марк добрый вечер раз приветствовать взаимно но скажите пожалуйста что происходит с этими атаками иранских шахедов но определенно это нечто новое за эти там месяцы войны все-таки с дронами это было плохо у россии там собственные пплата слабые вот нашли они выход именно не случайно что иран является поставщиком этого вообще смертоносного оружия и в огромных количествах в общем это конечно сейчас такая проблема потому что судя по всему из тех открытых источников москва договорилась и счет идет на тысячи пару тысяч с лишним таких поставок и дронов и я думаю что это в общем экстренном порядке мне кажется и украинская страна и запад пытается решать сколько это займет сил сколько потребует сил и что конкретно потребуется это еще пока открытый вопрос но в любом случае видимо это еще связано знаете и суровикиным с его командованием операции то есть рефлексии стало меньше а давайте все прям забамбливать мирное население а вот как хорошо у нас шахеды на 1000 километров летают 200 километров в час дают долетают из крыма до киева ну и дальше если нужно то есть в общем это будет видимо проблемой сложно сказать дефицитом ли в том числе ракет вызвано вот это массированное использование дронов или просто они в общем есть чем не использовать но в любом случае если раньше мы видели ракеты понятно там сказать высокоточные это все для них такого большого значения имеет но вот дроны 50 километров в 50 килограмм несет взрывчатки вот может даже чуть больше но в общем мы видим последствия поэтому здесь нужно какую-то принимать тактику стратегию то что с этим справиться потому что одних заявлений недостаточно разрыва отношений достаточно явно но нужно какие-то силовые меры принимать я думаю что это вот сейчас будет важнейшая задача что мир может сегодня сделать с ираном чтобы иран вы понимаете во первых что он может сделать потому что украине западные поставки могут быть диверсифицированы и помимо средств защиты а вот и зенитные установки которые могут очень эффективно бороться с этими дронами учитывая их там качество этих охотности и так далее это определенно нужно форсировать такие средства должны быть получены для того чтобы защищаться уже от полученных дронов и которых будут использовать эти БПЛА в дальнейшем для в общем закошмаривания населения Украины я считаю что конечно очень важно чтобы украине были переданы такие же дроны но лучшего качества потому что ну раз у вас летает значит у нас тысячи километров до москвы долетит но вот тогда давайте так значит тогда мы тоже должны получить такие же дроны но это логично это и средства сдерживания но или вы или мы или и вы и мы то есть или извините меня вот как бы ну так допустим мы тоже запустим тысячу дронов и они полетят и будут забомбливать от границы от Белгорода до Москвы то есть тысячу раз под запад же боится давать украине оружие которое может бомбить россию но понимаете тут такая ситуация то острая никто же не снимает этой остроты то и очевидно совершенно что для того чтобы обеспечить защиту территории Украины придется давать не только средства защиты но и средства нападения да для ударов потому что в противном случае получается ерунда какая-то а если так сказать они начнут модифицировать эти шахеды они там как они там геранию называют и так далее то есть они будут делать что-то чтобы преодолевать эти значит защиту зенитных установок и так далее с наведением и и тому подобное должно быть и что-то в виде ответа тогда это может вот по сумме сказаться более эффективно если международный уровень давления он он и силовой но он и и другой тоже да ведь что израиль что соединенные штаты должны отдавать себе отчет что что-то иран что-то тегеран взамен получит или уже получил ну ладно там говорили об этих самолетах су якобы там 35 какой-то долгосрочный контракт я честно говоря вот не очень верю потому что ну не та ситуация при которой москва сейчас что-то будет какие-то поставки взамен военного технически осуществлять и самой они нужны просто ну тоже глупо а вот технологии вот производства ядерного оружия ну военные технологии вот тут лаборатории там технологии там обогащенный уран а вот тут вот бог его знает вы знаете там же стоит в бушере это недостроенные немцы а почему нет почему но хорошо допустим нет а это может быть дальнейшим а может это сотрудничество двух стран изгоев одна уже страна спонсор терроризма я имею ввиду иран она во всех списках вторая значит что называется без пяти минут а почему бы им и не сотрудничество в этой области знаете в свое время эти стали на китае мало передал ядерную бомбу мало кто знает ну как-то за давностью лет знают но как-то вроде а ведь откуда она у китая-то появилась в москвы а почему нет а почему что может помешать передачи но решающие тем более что там в общем программа своя ядерная есть тегеране передачи каких-то недостающих ее элементов а я думаю что российские физики и так ты ранее работают но мы этого не исключаем наверное об этом знает израильская разведка определенная которая очень плотно работает по этому направлению наверное это специально скрывается может это какие-то там особые отношения тель-авива и москвы тоже нельзя исключать вы там как бы работают ваши но пусть они нехорошо работают как слабо работают израиль все время наставит что ему приходится балансировать и что он как бы из радости бы помог но вот вы понимаете в какой враждебной обстановке он находится вот это стандартная такая важная отговорка она конечно имеет под собой основание но мир то ведь изменился с началом войны 24 февраля он стал вот таким это не то что раньше можно было знаете с какими-то маленькими локальными войнами которые то на ближнем востоке случаются еще где-то можно маневрировать большая война идет и она вообще чревато вообще вылится в больший масштаб ядерную войну термоядерную да с участием многих держав и москва как раз втягивает что беларусь что иран де-факто но беларусь понятно учет обсуждать и так все видно а иран как бы он учитывая это же не какая-то страна вот отвлеченна там ни с кем не конфликтующая живущей мирно и вдруг вот она вот нам денег заработать имеем право вот поставили такой образ иран сам является объектом собственно говоря потенциальных ударов со стороны недругов а у ирана врагов вагона маленькая тележка это не только за коллективный запад сша израиль но это и арабские страны суннидские до персидского залива они бы счастливы были если бы рано не стало понимаете просто счастливы вот поэтому а на самом деле это очень опасная такая игра он передает иран тигран передает ударные средства стране агрессору который напал на другую страну а вообще не было разумно кулебой заявлено что а что сделала украина ирана чем она ей чем она нагадила вообще тигран что она такого сделала задержал нейтралитет а ну раз так ну разрыв отношений на этого мало сейчас это уже ну что это даст понимаете то есть этого точно недостаточно и наверное должны быть вот этот комплекс мера которых я выше перечислил и средства защиты средства нападения и собственно по ирану какие-то решения принимать то есть в пределе если поймут что действительно москва решилась на передачу каких-то частей технологии удары могут быть нанесены по ирану могут быть нанесены удары но либо ему перед этими ударами объясняют что ли вы прекращаете это поставку этих дрон ну или тогда все пойдет как пойдет израиль решится помогать украине вы понимаете израиль вот сейчас еще до всяких ударов до всего по ирану может предоставить действительно защиту в виде этого железного купола и всего остального а что здесь вот я вот это вот точно не могу понять это средства защиты это не средства которым будут убивать российских солдат явно израильтяне боятся россии ну конечно бояться да не так они прямо так открыто и заявляют вот это не яхо представитель права кликуда которые там выборожен яры лапиты и все остальные вот левоориентированные там политики они конечно по другому себя ведут но там же открыто заявляют мы этот баланс долго выстраивали мы не лезли а россия нам дала возможности в сирии действовать более свободно так сказать по части недопущения поставок определенных видов вооружений но с 300 вы помните передачи каким-то группировкам тоже хазбале вливание и так далее средств которые помогала москва ну точнее закрывала глаза на то что израиль достаточно свободно действовал в отношении сирии и по ирану там были вообще договоренности точно были ну мир то изменился после 24 февраля проблем заключается в том что союз тегерана и москвы он может быть очень и очень болезненным именно для израиля потому что но меняются приоритеты и у москвы они меняются израиль союзника запада москва западом конфликтует все вот эти знаете разговоры про то что путин комплементарно относится к евреям но сегодня так а завтра не так знаете это все очень очень приходящее я бы сказал вот задачи государственного масштаба геополитические они всегда важнее всяких эмпатий поэтому иллюзии питать не стоит и поэтому израиль который уповает на путь ну якобы они им помогли еще и оплечили его там от рака говорят ну кстати вы знаете что израиль даже в советские годы принимал не имея отношений советских руководителей для лечения рака да вы что да в советские годы так сказать тайно выезжали разные руководители ну говорят о разных говорили о членах политбюро которые в израиле лечились это действительно так так что это вещи такие вроде как над политикой то есть все равно какой-то контакт он необходим и конечно услуга оказанная значит даже враждебному руководству какой-то страны с которой есть и конфликта то и недопонимание еще какая-то форма не взаимодействие она вроде как дает некую возможность для коммуникации поэтому я бы сказал что это стандартное оружие израиль в этом смысле медицина возможности отдельные которые часто эксплуатировались но сейчас мир повторяю меняется настолько сильно и что а если израиль будет поставить период или с западом там с америка и коллективом запад или с москвой ну нифига себе так сказать зачем становиться в такое положение то есть разумно было бы начать помощь хотя бы средствами защиты которых мы сказали вот и всякие куполы и зенитные эти установки которые у израиля очень шикарно вот тут сейчас сейчас показывают фотографии в сеуле в южной корее производятся эти установки но они несложные они в америке производятся но можно было в качестве жеста доброй воли там как-то сказать ну слушайте вот возьмите вот вам зенитки предоставим это было бы очень к месту сейчас потому что эти дроны убивают гражданское население уничтожают гражданскую инфраструктуру хотят сделать так чтобы зимой украинцам было холодно в домах но они же не случайно эту критическую инфраструктуру значит уничтожают ровно для того чтобы население закошмарить она замолилась перед властью что что-то сделайте да но тактика совершенно понятно то есть разбить инфраструктуру оставить украинцев без света воды и тепла давайте себе представим ситуацию что ну вот большой город не буду даже называть какой вот большой областной центр остается без света воды и тепла дальше что но если мы говорим об украине применительно но смотрите я как какое-то время работал же все-таки в муниципальной системе был вице-мэром эти вещи можно локально решать но есть подстанции там устанавливается время время всякие то есть можно с теплом и электричеством как-то решать вода же тоже зависит насосы и так далее тоже питается но подача воды ограничение подачи тепла будет ну сниженный градус не нельзя остановить трубы лопнут нельзя просто остановить теплоснабжение горячая вода по батареям должна идти иначе система просто лопнет вот ну в общем это будет как-то решаться запад может помочь но проблема то в другом понимаете проблема в том что ты починишь или там заменишь а тут опять прилетает дрон и все что ты делал и вот ты вот там налаживал и раз и опять нету этого ничего потому что по тем же целям по тем же координатам эти дроны могут летать бесконечно проблема заключается в том что какие бы усилия не прилагала там муниципальная власть в украине там городская власть да они все могут пойти прахом только потому что эта история бесконечна как бы цикличные то есть и поэтому нужно решать ее в корне и и нельзя решать только последствий нужно первопричину решать скажите россияне вообще чешут репы хоть как-то ну вот в ейске упал на дом за валют с боекомплектом погибло людей сгорел дом они понимают что это путин в этом виноват или не понимаете как обычно человек эмоционально реагирует но это не только те кто погибли те кто жили в этом доме куда упал этот бомбардировщик не только те кто в городе живет есть небольшой город то в общем да да это же эмоциональная реакция вот там он летел рассмотрен с боекомплектом летел значит куда в украину летел может бомбить не воронеж летел но наверное на эмоциональном уровне да но у них вот это какая-то заглушка такая понимаете стоит она никуда не идет дальше даже по теме мобилизации вы посмотрите все испещрено как мы и предполагали вот эти в пабликах видеозаписями автоматы ржавые значит бронежилеты страйкбольные значит амуниции никакой пожрать сами себе покупаем зачем вы едете на эту войну почему вы ничего не делаете вы опомнитесь вы вы сдохните как собаки там вот стоит заглушка и все то есть недовольство останавливается где-то на уровне там сказать о плохо подготовили армия а если хорошо подготовили мы конечно поехали мы так бы воевали столько в народу перебили вы понимаете то есть нету вот этого ощущения зачем это все зачем тебе куда-то ехать зачем это все вот эта проблема мы имеем дело часто меня попрекают что я все списываю на феномен уже если это феномен конечно безусловно такого же не видели многое не ожидалось понимаете что вот ну настолько все плохо то есть какие-то оставались надежды что есть какая-то городская среда урбанизированная среда то есть есть какая-то какие-то группы да может их не большинство но они влиятельны то есть это так сказать люди среднего класса там остаточные там еще что-то которые могут влиять на всех остальных оказалось ничего подобного там мы видим из всех страт абсолютно людей ну вот с мозгом как я говорю похожим на нервный узел насекомого и все то есть просто такое ощущение что лобные доли удалили и все и люди не понимают что они делают и ведь уже мемешки видим уже уже гибнут уже эти мобилизованы вот мы говорим вот начнут гибнуть мобилизованы они уже гибнут в тряпках там черт знает чем кого везут кого не везут то есть они гибнут да и все равно вот они их там оплакит вот там за денежками стою там ругают власть да но но так чтобы это во что-то коллективное сложилось недовольство нет но и власть маневрирует потому что естественно никакой мобилизацию не не прекратят это все сказки вот но они объявляют главное он же сказал как в анекдоте с рабиночей а вы тоже говорите понимаете так и тут они будут говорить а мы ее прекратили но тем не будет хватать вот с этими повестками будут также на станциях метро щелкать вот этих людей до 35 лет поэтому пока я думаю что ответ на ваш вопрос что они до конца всего этого не понимают и всего этого не примерять на себя ведь действительно ведь очень важно нет никакой эмпатии вот это очень важно то есть человек в ладьязуке он же не думает что там в том же белгороде ну там люди тоже могут остаться без тепла и погибли есть и могут улететь значит на тот свет значит от упавшего самолета нет этого вообще то есть почему люди там где-нибудь в белгороде в курске должны страдать или в шибеке на в этой бесконечно вот этой станции подстанции куда ее опять что-то прилетает а там нет этого они как бы а какая нам разница в Владивостоке нас не забомбят ну или там не знаю там в Москве даже и вот этого нет ощущения коллективности при том что вот тут часто говорят что субстанция именно коллективная что народ как единое целое но вот честно говоря вот с этой точки зрения они не сочувствуют да убили убили там 14 человек 100 человек миллион человек абсолютно лишенные вот этого ощущения чужой боли напрочь не то что там чужих по отношению к украинцам ну и собственно к своим тоже агрессивные рабы отрицательная селекция мы ничего не можем сделать но пока мы видим примеры именно этого пока мы видим примерами этого я бы с удовольствием хотел бы обнаружить какое-то возмущение когда действительно неважно там в окопах или там еще дома мобилизованный к родственник кто-то сказал ну слушай ну вот это уже дальше уже не ну как то нам обещали хотя бы спокойную жизнь по части или гарантии права на эту жизнь да вы отняли у нас гражданские права политические да часть социальных пенсионный возраст который до 65 поднят в россии при том что вот у меня сегодня родственник умер значит им 53 года что ли было упал там у двоюродной сестры муж они не доживают понимаете не доживают ну там работал всю жизнь там чего-то копошился и все упал и все и умер я не знаю то ли инсульты сейчас разбираются но сам факт что это все понимаете не жизнь а каторга и вдруг в какой-то момент он говорит а вы знаете а вы еще на войну поедете а нихрена себе это из чего бы а вот я так решил мне так хочется повоевать с украиной зачем почему для чего они задаются этим вопросом вот это феномен это безусловно требует ну я не знаю там серьезное изучение лоботомии лукашенко и беларусь вот логика говорит о том что беларусь не должна напасть на украину но логика говорила и что россия не должна напасть на украину беларусь перебрасываются большие части силы до живая сила и вооружение большое перебрасывается туда ну соблазн пойти на киев я так понимаю есть и большой есть 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 пойдут сейчас вопрос стоит как то что мы это уже не раз обсуждали лукашенко уламывает путин на то чтобы в это вообще вариться в этом поучаствовать у меня сомнений нет все это видно по его противоречивым заявлением он один день так другой так вы вообще с ним встречались вы же понимаете как он себя ведет он у вас вообще антипутинское интервью дал за несколько дней до совершенно антипутин ну то есть мы понимаем что это за человек то есть ну для этого конечно вам подручнее вы с ним разговаривали но мы смотрели же понимаете то есть он может сегодня так завтра и так и это скорее свидетельство того что он будет до последнего выворачиваться до последнего избегать вот этого вовлечения ну естественно вооруженными силами беларуси чтобы они участвовали непосредственно в компании в походе на на киев но что касается путина мне кажется что у него есть убеждение что это надо попробовать еще раз и вот эти 9000 они говорят что 9000 туда переброшены хотя сам путин сказал что в зоне на военной операции уже 30 при том что ну возможно он предполагал восток и юг украины где идут боевые действия но мог иметь в виду что весь этот контингент а он там говорил о 300 тысячах всего мобилизованных опять же цифра непроверяемая нам сложно ее проверить то есть возможно это действительно 30 тысяч возможно но явно какую-то часть он собирается отправить именно в беларусь просто держать их там но как-то это на него не очень похоже чтобы не использовать резерв есть он по всему миру ищет оружие то уж точно личный состав они искали по зонам но он может держать там людей для того чтобы откликать совы сковывать да да но дело из тех людей которые точно понимаете он сковывает сковывает а потом он два раза передислоцировал за прошлый двадцать первый год войска к границам украины все равно вот это сделал поэтому этот из тех людей которые будет сковывать сковывать а потом в какой-то момент дать 10 20 тысяч шарахнинда хрен там все же заминированы и все мосты взорваны они сами белорусы об этом говорят то есть просто так это прогулки вообще никак не будет полесье и все остальное что там останется от всех этих значит мобилизованных которые вообще не профессиональные военные но по моему это путин вообще не волнует такое ощущение что испуг от последствий мобилизации он как-то улетучился как тут ну так ушел тоже были опасения проводить мобилизации нет и мы когда это комментировали девятого мая все ждали что он ее объявит но логика это подсказывал ты можешь вызвать напряжение потому что эти же люди которые ты мобилизовываешь они же еще неизвестно как себя поведут вот сейчас такое ощущение что они уверены что они бунтовать не будут вот будет вот это все дерьмо вот которое мы перечислили что того не хватает сегодня таджики которые расстреливают своих значит по взводу значит сослуживцев вот это все будет это но это не страшно даже не против него направлен это где-то там внизу то что в общем не грозит ничем поэтому их можно расходовать ну погибнут эти там результате неудачной операции там отвлечения или там даже непосредственного вступления на территорию украины еще 9 10 тысяч то за неделю за месяц по моему это точно его не пугает это не будет мотивом почему он откажется от этой операции тем более суровики этот мясник вообще видно уже прям вот патентован они там все такие но этот прям вот точно одна фамилия о чем говорит суровикин да такое ощущение что он ее специально поменял чтобы еще хлеще сделать но а ну такой же жулик вот сейчас уже выходит публикация по его жену но жулики же чисто дома дворцы какие-то клиники швейцарские чего только нету все одно и то же разворованная армия конечно поэтому я думаю что все таки путин может решиться высока вероятность что он решится на такую атаку снова на киевскую область вопрос места лукашенко потому что вот даже в этом случае если даже армия белоруссии не будет участвовать в этом походе да то теперь это уже просто с рук не сойдет дважды пустить значит и бучей закончились и бородянка и всем остальным позволить еще раз нечто даже отдаленно подобное ну как бы ракеты и дроны могут прилететь и в резиденцию лукашенко я думаю и точно абсолютно вы понимаете с чего бы оставаться в стороне тогда польши литве и так далее но ведь войска то направляются именно в беларусь а это извините старая идея с улакским коридором до калининграда опять а почему они не должны бояться что это и в эту сторону может двигаться понимаете не только сторону украины потенциально теоретически поэтому как бы ну в раз расширяется интернационализируется конфликт но наверное если по отношению к операции в украине предупреждение звучать путин а с чего бы по отношению в беларуси действовать должны те же угрозы или он так сказать помечает территорию как кабель значит сыт везде и потом значит требует вы сюда не ходите не нюхайте но это так не работает это точно так не работает поэтому я думаю что лукашенко это тоже осознает и опасается всех этих последствий но ему выгоднее сейчас сказать ну что я могу делать у меня оккупированная страна у меня он иностранные войска российские я я пытался вот то что касается на соединение чисто белорусских они не участвуют а это я как бы ничего сделать не могу кого устроит это объяснить по-моему никого но вот скорее вот это на такое похоже а вы допускаете вообще что войска нато или войска сша или войска польши могут войти на территории украины и непосредственно принять участие в конфликте да такое возможно я не исключаю в случае применения ядерного оружия только только ну во всяком случае это определенно потому что вступление войск на то прекратит вообще весь этот конфликт ну потому что а как вы с ними собираетесь на них любом бросать понятно да то есть вот уже дошло раз до применения ядерного оружия что надо просто его прекратить вот явочным порядком заходит войска и как бы дается там 24 часа снимаетесь там слезать и все иначе как бы полетят ракеты и ракет совсем другие полетят от которых вообще ничего не остается вот полетят они и в крым и в черноморской флот будет уничтожен как это обещали и то же самое может пройти большей частью группировки на юге а сейчас это нельзя сделать понимаете как вот украина же двигается в этом направлении подав заявку в нато то есть если бы она была членом нато то следующий логичный шаг ну давайте пятая статья и все остальное наверное для этого должны сложиться какие-то особые обстоятельства потому что и запад и нато продолжать ну и америка говорить о том что мы как бы не хотим увлекаться потому что это приведет ну понятно к третьей мировой войне как они ее трактуют а другой вопрос а не участие она разве не ведет к третьей мировой войне и вот к расширению конфликта вот уже иран вот беларусь а бог его знает как дальше там повернется а если там что-то такое захотят они дальше пойти вот к этому сулакскому коридору и в калининград пробивать где это уверенность что это невозможно в принципе а если он ну хорошо 300 тысяч мобилизовал а если он миллион мобилизует да погонит их в шинельках с мосинками значит ну и что поймут какая разница поэтому честно говоря вот вступление нато из западных стран а у них крепкие армии да там и польской про американскую говорить нечего британская она же должно привести к прекращению конфликта не к его расширению вот о чем речь что раз такие вступают больше воевать не с кем и нечем а как ты будешь воевать шоу воевать томогавки полетят и что там от томогавков останется они летают на тысячу с лишним километров самолет прилетят которые разбомбят все к чертовой матери мы это все видели и в ираке видели очень хорошо несколько раз то есть там в общем практически ничего не остается просто голое просто голое пространство поэтому ну можно порисковать такими вещами другое дело что америка должна решиться нато должно решиться пойти на такой шаг возможно они ждут какого-то повода для этого потому что еще раз повторяю их участие это прекращение войны не продолжение хорошо но предоставить сегодня украине вооружение ну допустим те же снаряды для хаймарс которые летят на 300 километров можно или нет я считаю что это обязательно нужно сделать другой вопрос что то что мы слышим публично в качестве довода а не предоставление что это может привести к использованию этих снарядов ракетных снарядов ударом по российской территории а та расценит это как непосредственная уже ответственность зона ответственности нато и соединенных штатов и это придет термоядерной войне мы же слышим этот довод что их не предоставляет в опасении что это может привести к эскалации конфликтов уже с участием на что сша боятся участия россии в термоядерной войне они боятся собственного участия они не хотят тратить собственные ресурсы в том смысле что заметьте они очень не хотят во первых гибели собственных граждан ну как бы это цинично не звучало но это так они не хотят чтобы на них лежала груз вот участие в очередной войне где могут погибнуть ее граждане а и того хуже гражданское население которое может стать объектом ударов с использованием ядерного оружия со стороны москвы ну они же об этом открыто говорят это же не какая-то там тайна там трусость какая-то они боятся тратить собственное население на это потому что их задача приращивать безопасность и не уменьшать другое дело что возможно нет понимания того что отказ от этого вовлечения отказ от этого активного участия ну хотя бы предоставление этих видов вооружений оно как раз таки и ведет дальнейшей эскалации конфликта потому что путин видит перед собой украинскую армию с которой да он не может справиться обычным конвенциональным средством ну значит нужно переходить к следующей стадии надо остановиться где-то до стадии ядерного оружия что логично чтобы уже этого перехода не произошло чтобы он он ведь необратимый и в этой необратимости есть опасность для всех ну для москвы понятно но ведь и для запада тоже потому что если дойдет если вы позволите ему дойти до применения тактического ядерного оружия той же украине вы сами попадете я имею в запад ситуацию когда вам надо что-то делать и вам это мучительно сделать потому что ну как бы вот этот момент настал и что так может быть вот какие-то вещи на опережение сделать что логично но я еще раз сказать там видимо борется несколько линий как я себе понимаю из того что мы вот видим одна действительно может быть и больше расположена к радикальным шагам таким которые бы решительно повлияли на ситуацию другая более осторожная которая говорит ну а что дальше мы же не он же не предсказуем этот товарищ непредсказуем а он непредсказуем а он понимаете как во всяком случае он продает свою непредсказуемость очень активно я хорошо сказали продает но он его продает и у него получается он неплохой торгаш вот в этом смысле потому что ну вот смотрите крымский мост ну казалось бы ну хорошо взрыв взрыв вы там считаете что это украинские спецслужбы ради бога считать как угодно да но значит переходить к следующей стадии эскалации конфликта в связи с этим но вы же понимаете что ответ будет вам же и он летит обратно на приграничные территории вот вам значит и белгородчина и другие регионы примыкающие границы вы же лучше не будет от того что вы значит ответ за ответом ответ на ответ и так далее но он на это идет показывает тем самым что он готов повышать ставки он же повышает он же не пытается там но увы нам а этот мост взорвали а мы вам другой мост разрушим и квиты нет он расширяет вот критические критическая инфраструктура центр принятия решения тем самым демонстрируя вот эту свою неадекватность продолжая убеждать их в том что действительно от него можно ожидать все но ведь и прямые слова есть бать он же как сказал я горит очень хорошо знаю путина в интервью когда он говорит а я наружу он не шутит это его слова но я в вольном таком изложении но он именно это сказал значит он почему же он хорошо знает но он действительно хорошо на это все десятые годы он с ним общался качестве вице-президента тем более так сказать в прошлом году с ним общался непосредственно несколько раз вот 16 июня в жене то есть ли они но но то есть это свидетельствует о чем о том что значит действительно путину удается эксплуатировать вот эту угрозу его непредсказуемость его неадекватности я бы так сказал в окружении путина что сейчас происходит но мы об этом можем судить по отдельным публичным проявлением и одновременно по каким-то инсайдам которым можно доверять можно не доверять вот важно вот эта комбинация читаний потому что там продолжает все быть покрытое мраком что там происходит они максимально стараются контролировать выход этой информации ну понятно она очень чувствительная но определенно что там есть группы которые одни выступают ну скажем так в поддержку путинской стратегии а если те которые гораздо осторожнее это не то что они выступают прям активно против действий путина по эскалации но во всяком случае они понимают куда это идет и хотели бы чтобы это хотя бы остановилось то что там даже развернулся такие группы безусловно есть я думаю что частью это армейская часть армейские группы генералитет которые в общем понимают что ничем хорошим вообще все это не чревато я думаю они это гораздо раньше так сказать поняли и армия в данном случае все время крайне оказывается проигрывает крайне а если выигрывает так как она выигрывает то становится просто военными преступниками и значит соучастниками геноцида потому что пойди потом доказывай что мы выполняли приказ кого это будет волновать то есть тут тоже есть сдерживающие разные вещи и это точно им наверное не очень нравится что касается фсб там тоже неоднородная ситуация я все-таки склонен думать что всякие патрушевы они бы хотели все-таки чтобы все было смягчалось чтобы оно как-то все выравнивалось чтобы где-то удалось договориться я думаю он протагонистом выступает именно этой тактике договориться убедить запад чтобы тот повлиял на киев и статус кого какой-то ну плюс минус зафиксировать что-то уступить потому что мы со стороны путина во всяком случае его поведение заявлений не видим никакой возможности компромисс вот я вот ее не обнаружил он бы допустим публично заявил ну да мы понимаем статус кого мы присоединили территории но вот вопрос демилитаризации нато да это открытые вопросы с намеком что но забирайте там часть украины это не значит что это так будет но это хоть какой-то шаг забирайте и там забирайте в нато забирайте все мы отступаемся от остальной украины мы же видим как будто поголовую ту же во всяком случае публично мы не знаем что происходит конфиденциально быть может но ту ту же публичную тактику которая предполагает что мы хотим все капитуляцию украины но а чем кто может договариваться тогда киев или запад если вы никуда не двигаетесь поэтому я думаю что вот эта группа она сейчас пока страдает та которая выступает за переговоры и за какой-то компромисс возможность отойти назад чтобы самосохраниться и без того потери велики и проблемы велики и связаны с санкциями и санкции понятно уже навсегда какая бы демократия не наступила россии это надо десятилетиями будет убеждать что мы теперь не такие ну просто никто вот я вот вижу как шарахаются вообще от россии всего что связано с россией просто убегают на ревизионное расстояние вот просто даже в мелочах не то что там где-то чего ну простой пример конкретно лрт литовской вот они написали это телевидение они подготовили вчера он вышел по моему это репортаж или позавчера боюсь позавчера написал мне журналист один из редакторов этого канала в литве они обнаружили внебрачную дочь шойгу маман и значит вот этот у нее то ли новый муж то ли кто может подставной какой с двумя гражданствами литовским и значит соответственно российским и вот сейчас уже департамент миграции там начал уже процедуру там отрешения гражданства литовского вот соответственно и дочку эту лишать и выгонять их из страны лишать собственности но долго продлиться нет в другие времена это на годы бы растянулся какие-то суды не пойми чего сразу какие-то там жулики какие-то появились бы которые за деньги помогали бы сейчас нет сейчас быстро все решается все-все-все собирайте манаточки и давай к себе в москву это это частное проявление в общем большой тенденции понимаете и с этой точки зрения конечно какая-то часть власти она от этого всего не счастлива они хотели благополучно провести свою старость так сказать на морях окупаясь в роскоши деньгах и удовольствиях а в общем теперь это все закрыто навсегда и я думаю что конечно какой-то бы компромисс они бы искали у них для этого есть ну как бы желание и известные возможности через каких-то доверенных лиц возможно им и ставят какие-то условия возможно их и соблазняют этим ну что все возможно но надо порешать вопрос с путиным а как его решать а это уже не наша головная боль это вы решаете каждый день в районе 7 утра я просыпаюсь и жду разрывов за окном и как правило дожидаюсь но я не хочу жаловаться потому что харьковчане николаевцы живут гораздо более худших условиях чем киевляне долго ли это будет все продолжаться особенно в свете заявления кирилла буданова он очень информированный человек и он знает что говорит что война закончится до лета причем возвращением всех территорий на момент девяносто первого года но во первых кирилл буданов руководит военной разведкой поэтому он обязан преобладать народ вне зависимости от того так это или нет то есть он не может ни один из военачальников командования политических руководителей украины внушать неуверенности или там хоть оставлять какую-то двойственность там ощущение что это будет вечно я думаю буданова действительно не откажешь в каком-то особой информированности и понимании ситуации потому что к нему как-то были поверхностно относились еще в прошлом году как-то критиковали слишком молод генералом но вот война она все изменила вы знаете он был единственным из руководителей украины которые прямо говорили что война начнется будет да 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 ну это говорили американцы конечно они там 16 из наших руководителей это говорил один кирилл буданов ну что есть то есть да поэтому то что война закончится я думаю я свою осторожную такую прогноз выскажу я не люблю прогнозов но она в следующем году должна закончиться почему потому что в принципе она смотрите уже за эти восемь месяцев исчерпала потенциал и ресурс долговременной войны все гораздо скоротечнее в том ее смысле что в принципе путин уже израсходовал предпоследний ресурс мобилизация то есть он может конечно количественно увеличить но он не может выиграть качественно ведь правильно сказал заложный мы грецепрофессионально не справились справимся с любительской и даже неважно сколько там будет в ней численный состав по той простой причине что они не могут выиграть у настоящего технологии железа который предоставляет украине запад пусть недостаточно пусть и некоторых видов нет но все равно это победить невозможно то есть невозможно дойти сейчас от значит прижатого так сказать гнепру херсона снова до киева это невозможно и от севера невозможно уже пройти потому что это будет кровавое месиво понимаете из мяса костей крови можно так сказать длите длите войну но у этого тоже есть ресурсы исчерпаемые потому что видите как путин же все равно балансирует на грани опасности ожидания а вдруг что внутри самой россии будь то от мобилизованного народа будь то от своего же окружения учитывая что это долго все уже длится что-то произойдет что-то непредсказуемое что-то очень опасное для него самого то есть он же боится этой перспективы даже если ее нет вот от народа какая перспектива мы видим феномен того что люди слишком долго терпим а вот что касается окружения вот тут все равно все это остается открыто поэтому я думаю сочетание этих факторов с учетом того что путин согласился воевать со всем миром он же говорит мы воюем со всем миром западом америка вот мы с ними воюем а можно ли выиграть у всего мира хороший такой риторический вопрос казалось бы на него простой ответ а нельзя выиграть у всего мира это невозможно не твой потенциал экономический военный интеллектуальный тоже мы видим что и все генералы российские он не позволяет этого сделать не позволяет поэтому вот наверное ровно до лет то как раз этого и хватит вот того что есть это уходит а дальше уже непонятно только мотыгами воевать поэтому я бы скорее согласился с оценкой буданова вот и считаю что действительно следующий год будет решающим потому что он мог бы быть и этот но уже времени остается начинается зима и тут может быть как бы известные связи с этим сложности для ведения боевых действий но в принципе я думаю что следующее лето будет финальной точкой напоследок закончится война победы украины а у вас такие чудесные стримы все время с алексеем арестовичем которые возглавляют хит парад ютуба трендах ютуба всегда практически иногда только мне удается вас немножко подъяснить но редко всегда на первом месте с алексеем и чем вы будете заниматься после победы украины вот я так скажу я бог свидетель вот если вместо отдай все что вот все эти ваши каналы все ваши стримы лишь бы война завершилась последнего себя снял мне недорого мне не жалко мне этого понимаете это все инструменты то есть главное не это это все шелуха вот люди думают что это какая-то особая самоцель и все ну я уже могу себе позволить своем положении своем возрасте уже к этому относиться снисходительно я не чувствую за этим ничего вообще то есть если кто-то думает что это меня шторит так от этого нет общение поэтому и слава богу не будет этих средств и хер с ними понимаете ну и не будет займемся чем другим сколько в жизни я вынуждена правда поменял всяких занятий ну близких я занимался все время политикой так или иначе был депутатом был адвокатом вот теперь я блогер будет что-то еще я найду себе применение вопрос не в том а вопрос в том что мне конечно печально наблюдать за тем что россия гибнет и если всякие этом иллюзорные эти сказки про то что да нет все обойдется но хорошо не будет путин что то будет другой люди не понимают масштаба исторического того что происходят а я это уже один раз наблюдал я был свидетелем падения этого колосса ссср т.к. такую историю скажу значит это был я же стал тем союзи в новодворском возглавлял там одну из организации радикальных, которая входила в Демсоюз, на дворе уже 91 год, и это где-то, я вам скажу, наверное, лет 91, еще до Путча. Мы митинги проводим. Я в Москву езжу на поездах тогда из Самары моей родной. Участвовал во всяких там съездах, мероприятиях. Ну, молодой был человек. Вот. И еду я, и я оказался в купе. Нет, я ехал в плацкарте. Это был не купе. Нет, купе, купе, купе. С офицера один был, и двое военнослужащие, они взошлись из Венгрии. Из Венгрии их выводили. Венгры, все, уже к этому моменту, все, давай, чао там, все. И там они мне показывают листовку венгерскую, которую лепили на их, значит, двери там и стены военной части. Прям в Венгрии. Она была такой, очень известная, такой бритый череп, фуражка, и написано, домой. А как там, братушка домой, или какой-то, или там, Вася домой, ну, какой-то Иван домой. Ну, вот так вот. Вот ты посмотри, говорит, нет, вот ты же вроде умный, малый, студент. Посмотри, как вот нас вот вытряхивают. Я говорю, ну, погоди, а ты как? Ну, а я, говорит, хорошо там жил. Я вот получал инвалюту там. Форенты. Форенты, да. Ну, там разрешено было. Березки, чеки у них были. Вот, конечно, чеки. Он говорит, ты знаешь, говорит, насрать мне на КПСС, на советскую власть. Говорит, все. А как же мне там было хорошо? Вот я вот не хочу, я плачу. Ну, жена там, дети. Мне так там было хорошо. Там так, а я возвращаюсь, вот этот чертов совок. Вот я хочу сказать, вот тогда я почувствую всю пронзительность, что на самом деле, так сказать, этот совок никому не был дорог. Да. Несмотря на то, что сейчас там начинают, там ностальгия. Вот тогда он не был никому дорог. Даже те, кто формально, так сказать, в восточном лагере, на распавшемся, должны были бы его изучать, он никому не был дорог. Мы ждем момента, когда люди осознают, что держаться им в нынешней путинской России за этот колосс, за этот падающий уже вторую серию этой империи, незачем. Там нет ничего, что было бы дорого, там нет ничего, что следовало бы с собой взять в какое-то будущее. Мне от этого горько, что этот момент еще не наступил. Когда Путина не станет, вы в Россию вернетесь? Ну, я однозначно вернусь, конечно, безусловно. Может быть, в момент, когда станет понятно, что можно его будет свергнуть, то, конечно, я, безусловно, у нас тут какая-то такая часть, оппозиция радикальная, я бы ее назвал, это не очень сильно отражает, но мы, безусловно, вернемся, чтобы его свергнуть, если такая возможность предоставить, конечно. Марк, спасибо вам. Да, спасибо. И всем хорошим зрителям тоже.